Тум-тум-тум-тум-тум Всё в нашу жизнь Игра Или корейский сериал И сейчас должна превратиться в сову Или вся наша жизнь Игра в корейском сериале Всем привет, я Янис Это Литературно-кулинарный блог После простения съесть Здесь мы разговариваем о книгах И всё, что с ними связано А связано с ними очень много чего Например, сейчас Мне очень захотелось поговорить Про сериал Игра в кальмара А потому что Почему бы и нет, когда там есть Перемые отсылки к литературе Давайте так Разбираться вообще Сначала расскажу просто о своих впечатлениях Об игре в кальмара Сериал, который сейчас у всех на слуху Все его обсуждают, ну и я, конечно, туда же Как же без меня-то эти обсуждения Он вообще-то классный, конечно Но это вы и без меня поймёте, когда посмотрите Смотрится он быстро Потому что экшен Потому что кровищек лечит отовсюду Убийства Богатей Бедняки Просто какая-то такая античность Просто какой-то Спартак И спартанство Но в наших реалиях Не в Древнем Риме Вот эти вот колизей Такое реалити-шоу немножечко В Корее Ну мы по сериалу понимаем, что там Оно не только в Корее происходит А видимо по всему миру Нам просто показали такую, скажем, корейскую часть Что важно в этом сериале Что, конечно, капитализм Нас всех устрашают им Что вот он поработит всех Потому что вот эта вот свинья Которая висит где-то вверху И наполняется деньгами Она, в общем, всех людей Заставляет играть в эту игру Очень жестокую Где прям всех убивают на раз-два Кровища хлещет Психика, конечно, человека Не выдержала бы такого И то, как там показывают Как реагируют люди Это все утрировано Скорее всего Они бы там реагировали не так Но тем не менее С допущениями Мы понимаем, что это все фантастика По большому счету Можно представить, что люди Будут реагировать и так Там очень много отсылок всяких Да, вот этот вот дед непонятный Который на улыбе такой вечно Да, вроде бы такой глупенький старичок Который не в себе немножко Да, пришел там, ему что, ему уже терять в этой жизни нечего Он пришел поиграть А с другой стороны мы понимаем, что никакой он не глупенький старичок На самом деле все он понимает Он понимает, когда его обманывают Он понимает, кто есть кто И вообще он там супер непростой дядька Как мы тоже поймем в конце сезона И под номером один он выступает Его досье нигде нет А вообще-то он весь такой себе первый И мы таки понимаем, что это какой-то бог, отец Просто создатель как этой игры Так и, возможно, создатель главного персонажа Который играет там главного аутсайдера Ну, тоже вопрос Есть теория, что это отец и сын И номера у них такие с первого под последний Но вопрос Если такой отец супер-пупер богатый Ну, наверное, сын бы как бы интересовался его Ну, не знаю, как-то они там, в общем, нашли бы, наверное, коннект какой-то Богатейший дядька потерялся где-то в этой Корее Да, и сын бедный, который живет в Манкин счет Не нашел его или не попытался найти Не попытался там что-то с ним сделать Как-то свою жизнь обустроить Хотя бы за его счет Ну, это странно немножко, странно Ну, да ладно, это все нюансы сценария Также неубедительно мне все-таки показалось Что дали этим ребятам шанс выйти из игры И подумать вообще, стоит ли им туда возвращаться После того, что они увидели, что их ждет Месси, Ворубилова и так далее И они там, значит, потусили в своей жизни Там поубегали от каких-то коллекторов От каких-то там злобных дядек Которые там из них выбивали долги И, в общем-то, решили, что нет Их жизнь еще более несносная Чем вот эта вот кровища, стрельба, игра И вот все, что там их ждет Но там хотя бы есть, мол, один там из 100-500 Из сколько там? 565-456 Или 567 у него был номер последний Ну, короче, 567, по-моему, там, да Играло людей Или 456 Не помню Три цифры подряд Какие? Не помню Один из вот этого вот числа Человек может победить Он может выиграть эту золотую свинью Просто накачанную баблом Но, мне кажется, так все неоднозначно Это очень слабая мотивация на самом деле Потому что, ну, в жизни ты можешь Как-то, короче, наверное, больше шансов все-таки выиграть Чем 456, правильно же? И можно там, не знаю, уехать в тайгу Переселиться на какой-нибудь остров необитаемый Где тебя эти коллекторы не найдут В конце концов, может кирпич на голову этим коллекторам упасть Ну, как-то теория вероятности какая-нибудь произойдет И, в общем-то, наверное, на это все вот эти людишки Которые там чем-то провинились Или задолжали, или что-то с ними произошло Они, наверное, как-то по жизни-то на то и рассчитывали Что им каким-то образом повезет Что-то случится И как-то они выберутся из того дерьма И не придется им продавать там свои почки Но случилось то, что случилось Их позвали в эту, значит, матрицу, так сказать Игру Причем очень прикольная отсылка к матрице Именно с этим красным и синим конвертом, да? Мне показался этот момент с их возвращением неправдоподобным Я не поняла, все ли там, кто ушел из первой игры живыми Вернулись обратно в нее Или только персонажи, с которыми нас там более-менее познакомили Но думаю, что такие злобные Кто-то умный, кто-то злобный Там не все такие неудачники и лузеры, да? В общем, думаю, что У них был шанс Какой-то в жизни больше, чем в игре Даже чисто математически в игре Этих шансов меньше Всего лишь вот 456 Как-то мне кажется этот момент не очень правдоподобным Но да ладно, нам надо было раскрыть персонажей Потому что мы с ними знакомимся минимально Мы там сначала знаем только одного вот этого неудачника Абсолютно, кстати, тоже очень странно Что он в этой игре становится лучше Хотя изначально в жизни мы видели его Ну, он крадет мамину карточку Он крадет с нее деньги Он играет на лошаде Ставки на спорт делает Он какие-то такие не очень приятные вещи делает на самом деле И очень странно, что в экстренной ситуации В экстремальной ситуации Да, в ситуации, где он там видит кровищу Видит как конкретно из-за его действий Ну, не из-за его действий Его конкуренты вот умирают Он типа как становится более человечным Мне кажется, это тоже не совсем, что ли, правдоподобно Но да ладно Кто такая я И кто такие сценаристы этого сериала Продолжению, скорее всего, быть Потому что главный герой наш покрасился в розовый красный цвет И, видимо, пошел участвовать в кастинге в B2C И я не знаю, как там у него дальше дела Нам ничего не рассказали про вот этих вот ребят Которые, мясорубы вот эти вот Которые на самом деле, ну, работают Норики, эти норики, квадратики и треугольнички Как они туда попадают и кто они такие Нам только показали одного мальчика Которому пришлось снять маску И это оказался совсем юный молодой человек И у него, заметьте, спрашивают Так как ты сюда попал? Ты же совсем юный То есть, если эти все злобные Они, в общем-то, уже немножечко пожили эту жизнь Успели натворить дело Влезть в какие-то баснословные долги Я даже не знаю, где вообще люди берут в долг Такие суммы, которые они вот там называли Это же прям вот что-то очень интересное Продать по своей почке Кому-то задолжать, где-то украсть Кого-то убить В общем, там такие головорезы Либо же совсем уже какие-то должники жесткие Вот эти солдаты, которые там вынуждены были стрелять Просто всех проигравших Ну, это тоже, извините Это, блин, пожестче работа Чем на самом деле соревноваться с кем-то И, ну, хотя бы ты не берешь, что ли, грех на душу Ты не убиваешь никого Как бы просто это такие условия игры И в игре кто-то погибает Ну, не твоя вина в этом А вот те, кто идут вот этими солдатами Да, ноликами этими Вот они там вообще жесткие ребята И как их туда отбирают, непонятно Потому что там определенно должна быть какая-то муштра Там определенно должна быть какая-то прочистка мозгов Чтобы они могли психологически выдерживать это Иначе бы они там повально просто Ну, либо самоубивались Либо убегали Либо что-то с ними происходило Там какая-то школа дрессированных вот этих вот бойцов Сто процентов должна быть И это жутко интересно Потому что игру-то не в первый раз проводят Мы же видим, что там есть архив За каких-то там 150 лет Не знаю, за сколько лет на самом деле Но понятно, что это не первый сезон Не первая такая игра Не первые такие должники И в конце, в общем-то Вот этот главный герой уже с красными волосами Видит, что вербует новых должников На той же остановке метро Тут же самый дядечка играет Вот в эти вот фишки Как хорошее произведение Этот сериал оставил кучу интересных вопросов Что еще хотелось бы зацепить? Сугубо мое мнение Сценарист, насколько я знаю Он же и режиссер этого кино Из уважения надо бы запомнить его имя Хван Дон Хелк Так вот Он же придумывал это очень долго И начинал он придумывать, по-моему, чуть ли не 10 лет назад Этот вот сериал И тогда, наверное, может быть Вот эта вся история про денежную мотивацию Она была более актуальна Хотя я вот не знаю Тоже сижу тут такая Говорю, ой, неактуально Вполне может быть актуальна, наверное, для людей в крайнем положении У которых там болеют родственники Не знаю, продана почка Куча долгов И им ничего не светит Наверное, в принципе, вот эта вот копилка Может быть стать таким жестким мотиватором Убивать там ближнего своего и друга И кого хочешь И женщины, и детей И идти туда Но мне кажется, это недостаточная мотивация все-таки Тем более, как мне кажется Там немножко психологизма не хватило Потому что, ну, психика Довольно шаткая история у человека И вот когда они в таком трэше видят Вот эти вот пулю кровищи Убийство массовое Там с самой первой игры начинается Просто перестрелка жесткая Ну, ночь они точно спать не смогли бы И есть не смогли бы И они бы посходили с ума там просто очень быстро Адекватности там вообще не должно было остаться Они должны были сходить с ума Они должны были там на себя накладывать руки На всех своих соплеменников Или как это назвать Геймеров этих, короче Ну, и, конечно, хотеть бежать оттуда Просто радоваться Спасибо, что живой хотя бы после первого раунда Вернуться туда, ну, не знаю Не знаю Мне кажется, это не очень правдоподобная история Что они побыли в своей жизни Там походили где-то и вернулись Что-то, мне кажется, еще надо было притянуть туда за уши Кроме этого денежного вознаграждения Мне кажется, надо было еще что-то Вот, наверное, это большая мотивация Типа, что тебя пристрелят Чем мотивация денежная Но они как-то делали акцент на том Что все-таки за деньгами туда люди идут А не за выживанием Это, конечно, такая карикатура на капитализм Которая сейчас в стренде Все очень любят это Вот капитализм, он всех нас сожжет Капитализм уничтожит Человек-песчинка Для капиталистов ничего Никто не свят Никакой правды нет Кроме звона монет Ну, я не очень с этим согласна Но это как-то я не могу это объяснить Мне не хватает слов и ума это все высказать Вот Нутро мое говорит, что в этом нет той глубины Которой хотелось бы Плюс эти вот все банкиры, да Они там изображены Почему, блин, кстати Никто никогда не носит маску гориллы Вот они там все такие, типа, в масках этих, да Из драгметаллов каких-то очень красивых Маски оленей, свиньи Там, я не знаю, кто там еще был Медведь, тигр, сова Почему никогда нету гориллы? Вот горилла это же самое близкое животное человеку По-любому должна была быть и горилла Почему никто никогда вот в таких вот играх Не наденет на себя маску гориллы Или там жабы, вот Я не знаю Или там голубя какого-нибудь Крысы в конце концов По-моему, это очень классно Но выбирают таких благородных, живетных Которые ассоциируются с чем-то очень великим и высоким Ну вот эти вот банкиры Они мне показались вообще картонными Ну какой-то вот этот вот дядька мерзкий Слизкий пузанчик Который по мальчикам специализируется Все остальные, они вообще неясны Как бы нам очень трудно считывать Вот это вот Вообще, в принципе, очень прикольная тема Что когда все в масках А там практически кроме игроков Все в масках И зрители, и надзиратели Мы очень много теряем вообще контекста Потому что мы не видим выражение лица А выражение лица это прям очень важная история Потому что слова могут значить одно А лицо говорит другое Там физиогномика, язык тела, жестов и так далее Это очень актуально В сериале на это упор делали Потому что, ну сейчас мы тоже в интернете общаемся Переписка Это тоже далеко от реального общения И в ней нельзя считать эмоции реальные Текст и контекст, короче, разные вещи И вот тут мы тоже ничего не можем сказать Допустим, об этих мальчиках Работающих там вот этими убийцами Да, квадратиках, кружочках О банкирах Мы только слышим, что они там делают ставки На этих ребят Кстати, отдельное удовольствие Просто смотреть этот сериал Со ставками букмекерской конторы Просто ставки на спорт 1xbet И играй, и выигрывай И там они, кстати Я не знаю Видно, что они очень внимательно смотрели сериал Потому что они просто в нужные моменты Вставляли вот эти вот свои рекламы И это было очень смешно мне Это даже было не смешно Это какой-то пост-пост-пост юмор Я просто отключила подписку от Нетфликса Я поняла, что я не просматриваю У меня не хватает времени просмотреть контент в месяц Чтобы купить эту подписку И, короче, теперь качаю где-нибудь на нелегальных сервисах Где вот как раз-таки ставки на спорт И это очень забавно Я даже вам рекомендую смотреть именно так Со вставками проставки Это очень прикольно Что я еще хотела сказать? Вот эти вот банкиры были бы мне интересны Потому что мы, по сути, из банкиров Из таких вот, значит, сильных эмира сего Увидели только деда Который основатель, по сути, этой игры Дед тоже странная фигура, на самом деле Потому что при смерти он в конце там лежит под какими-то капельницами Да если у этого деда столько, блин, бабок Да ему бы уже родственнички добрые Помогли бы уйти из этой жизни намного раньше Уже что нам показывают там Будто бы он там выжил Это все нереально Вот под этой капельницей Перекрыли бы ему быстренько кислород И все Не дети, так, не знаю Какие-нибудь доброжелатели По-любому А он там лежит Помирает уже на последнем издыхании И, видите ли, ему не хватает экшена в жизни Поэтому он решил себя почувствовать игроком А не просто вот чуваком Который такое месиво-кровавое устроил Дед супер странный, честно Никакой симпатии он у меня не вызвал Хотя я слышала в интернете Что всем очень нравится этот дед Который такой на улыбе Вечно проходит конкурсы Конечно, на улыбе Он, блин, знает, во-первых, их значение Во-вторых, знает все игры В которые там можно сыграть И как в них победить И по щелчку его пальца Он, в общем-то, может выйти из этой игры Ему вообще не страшно Ему похер Для него это аттракцион Он просто видит, как все остальные там Кишки и мозги льются по сторонам В общем, замечательный дед Ничего не скажешь Если теория про то, что он отец главного героя верна То он еще более замечательный Чем вот просто без этой теории Там еще больше вопросов к нему появляются Но деда нам еще как-то все-таки пытаются Очеловечить, что ли Показать, какой он такой вот Был когда-то семьянин Нам непонятен его путь Непонятно, как он стал этим миллионером Миллиардером Но вроде как вот дед как дед Он через главного героя Через общение с ним Как-то немножко показывает свою Подноготную А вот остальные вот эти мерзотные мужички Которые приехали Почему они приехали только вот к первому Ко второй, что ли, или третьей Непонятно Ну типа они смотрели из дома Что коронавирус их напугал или что Мне кажется, действительно люди Которые там своим путем Не знаю, может быть это богатые наследники Тогда другой вопрос Там другая психика и психология, наверное Но те, которые там полжизни Что-то, блин, работали Решали какие-то вопросы Крутили этими деньгами Ворошили бизнес Решали там какие-то стрёмные дела Я думаю, что у них крыша едет Не спеша, тихо, шифером, шурша Очень и очень основательно Довольно в раннем Ну как в раннем Ну там 40-50 Таком возрасте Там они либо снаркоманиваются Либо спиваются Либо вообще, не знаю, пули себя в лоб Пускают от того, что они сделали в своей жизни Особенно если это грязные какие-то деньги Даже у чистых денег Посмотрите на миллиардеров Типа Цуккенберга какого-нибудь Ну он же странненький Ну он как бы в тихом омуте Там такие черти водятся И у остальных тоже И мы про них там еще очень многого не знаем И это люди, которые вроде как делали чистый бизнес То есть не продавали на органы Там проституток не содержали Да, вот это вот все А если мы говорим про большие деньги Которые основаны там на наркотиках На проституции На каком-нибудь там политическом Да, вот этом вот шантаже И интригах То там вообще у людей не все в порядке Им вообще не до этих игр Вот ну они бы не делали такого масштаба игры Такое было бы что-то закрытое Без выхода во внешний мир Тем более никто бы не взаимодействовал с реальными людьми Потому что ну 456 человек за один там раунд Сколько они там игры проходят? Ну неделю допустим, может чуть больше И все они погибают То есть пропадают без вести У них у всех есть родственники Какие-то там Ну все как, короче, через 7 рукопожатий С кем-нибудь там Каким-нибудь копом Тоже каким-нибудь влиятельным лицом Не таким влиятельным, как эти люди в масках Но все равно знакомы И мне кажется, это не очень реальная история Что можно организовать безнаказанно Тем более таким тузам Как вот этих вот дядек Которых нам показывают Довольно, короче, это фантастичная история Я вот к чему Это надо либо не тайно делать А как-то действительно вот взять Устроить реалити-шоу такое, да Чтобы это открыто было для общества И общество это приняло Ну вот как гладиаторские бои Они же были Все были на это согласны Тоже была демократия там у людей Но все приходили смотреть там Патроны, патронессы Влиятельные люди И челядь, которая там могла попасть В этот колизей Это было официально Вот я верю в то, что официально Да, можно, наверное, законно устраивать Такие вот штуки А если бы это все было Как-то под прикрытием То фиг знает Слишком много заметать следов Не стали бы делать Мне кажется так Тем более в информационном обществе Где у всех есть телефоны Там какие-то записывающие устройства Коп пробрался туда Один единственный такой Прям с телефоном Больше же на свете там нет Никого такого, да И остров какой-то Невезение в океане есть Где не ловят сотовая связь Ну, мало Ну, как бы Илон Манн для нас Не так просто старается Как фантастическая такая история На поразмышлять Она прикольная В целом сериал мне понравился Мне понравились корейские ребята Корейские актеры Девочка суперкрасивая Мальчики там тоже ничего Правда, самые красивые погибают в начале Остаются такие Мужички с гармошкой Ну, в общем На еще одном моменте Даже на двух Я остановлюсь Это сами конкурсы, во-первых Мне кажется, что если вот эти вот Любители поставить, да На человеческую жизнь Они, видимо, делают это не в первый раз И смотрят они эти игры не в первый раз У меня есть подозрение Что им должно было бы наскучить Потому что там такие конкурсы Которые реально подразумевают Что выживет сильнейший Там очень мало на какую-то сообразительность Там больше на такое Либо везение Либо, ну, вот силу Там перетягивание канатов Сила там действительно нужна Какая им разница в таком случае Они могут что-то запихнуть Тогда всех вот этих должников В одну комнату Действительно выключить свет И заставить, чтобы они переубивали друг друга Тогда там точно выживут только сильнейшие А в игре, наверное, ну, как-то было бы интереснее Им смотреть все-таки на то Как что-то идет не по шаблону А не по шаблону идет тогда Когда у слабейшего есть шанс На победу, на выигрыш На какой-то, в общем, приз А это возможно только Когда надо применять смекалку Какой-то вот интерес такой, да Но они этого почему-то не делают Мне кажется, вот это вот Скучная история Потому что про игры И вообще про, ну, то, что выживает сильнейший Но оно как-то вот устарело, что ли Не знаю Оно, конечно, не устарело Я неправильно говорю Это так в природе заложено, в общем-то Но, наверное, если бы я была Такой искушенной богатейкой Которой бы все постыло И я бы хотела, чтобы мои нервишки поиграли И посмотреть вот на этих породистых И беспородных, точнее, лошадок Да, которые вот в загон всех загнали И они там играют в эти дикие игры Да, я бы, наверное, придумала бы конкурсы Поинтереснее Где действительно были бы равные варианты И у слабых женщин, допустим И у каких-нибудь вот этих буйволов Татуированных мужиков, да Головорезов Это было бы прям забавно И действительно какой-то был бы, наверное, резон Поизучать вообще, как работает Психика, психология Ну, мне кажется, что вот на уровне как раз вот этих богатеев Наверное, они уже должны присоединиться всем И увидеть все И им интересны больше экспериментаторства какие-то Чем просто вот какая-то резня и бойня А второй момент Это фраза про то, что женщины и дети никому не нужны И вообще вот там Одну героиню уже, в принципе, она там осталась лишней И по идее ее должны были убить Но она вместо того, чтобы умереть Перешла просто в следующий тур Не играя в другом туре с предыдущим игроком Это просто интересно, как так вышло Не женская забава, не женский мир, скажем так И для меня это тоже странно Потому что вообще-то в мире сейчас больше такая Типа женская повестка Но не в Корее, видимо Хотя девочка там доходит до финала Тоже какой-то хитростью Непростая девочка Такая она вся мошенница Ловкая, умелая и так далее Ну, короче, вот этот вот момент Не то, чтобы у меня там за феминизм Да, женщины равны Понятно, что не равны Потому что физическая сила как минимум У женщин и мужчин разная Вот, но было бы интересно посмотреть условия В которых могли бы себя проявить одинаково Или там даже где-то сильнее Вот слабые игроки Потому что слабость это не про пол А про там вообще в целом там Комплекцию человека Может быть там такая женщина и такая мужчинка И женщина в этом плане будет сильнее Ну, короче, вот что-то такое было бы мне интересно посмотреть Надеюсь, во втором сезоне они как-то вот это вот продумают Ой, слушайте Я тут бесконечно, наверное, могу говорить о своих впечатлениях Но давайте немножко перейдем к книжным отсылкам, хорошо? Потому что у нас книжный канал тут все-таки Перейдем к книжным отсылкам Ты наконец-то скажи, Яна, надоела Ты уже тут болтать, болтаешь и болтаешь Вот так вот, да Ну, во-первых, это антиутопия Очевидно Потому что наших персонажей поместили в какую-то выдуманную игру В выдуманный мир В такое шоу реалити, да Только их на камеру там не снимали Но их снимали, но для внутреннего пользования, просмотра Вот, а так в целом могло быть вполне себе реалити-шоу Ну, как голодные игры, вот как то, что как раз таки было там модно лет десять назад Когда, в общем-то, я писал эту книгу, хотел сказать, сценарий Вот сценарист Игры в кальмара Утопии, они придуманы кем? Литераторами Еще Платон, сидя там, не знаю, под оливкой где-то Придумывал утопию, идеальный мир Потом, значит, кто там, Томас Мор тоже придумал утопию А потом появились антиутопии Мир, который как бы критикует возможность вот этого идеального мира Вымышленный какой-то мир Который очень похож на существующий Но таким стал там после апокалипсиса какого-нибудь После, я не знаю, ядерной войны Что-нибудь там произошло, короче Что в корне поменяло этот мир И мы вот кучу антиутопий знаем Которым вот после этого всего приходится сражаться людям В таких каких-то необычных условиях Антиутопия появилась в противовес утопии Антиутопия показывает нам, как человечество В каких-то идеальных условиях существовать не может Там обязательно, чтобы эти идеальные условия Для какой-то группы людей существовали Должна существовать другая группа людей Которая будет либо в рабстве Либо в каком-то унижении Под чьим-то руководством жестким Ну, в общем, ее права и свободы будут Жесть как ограниченные Такого идеального мира, по мнению многих литераторов Быть не может Мир антиутопии, он вообще-то строится на том Что на страхе перед будущим, конечно Потому что что-то, допустим, там происходит Что-то открывает, какое-то научное открытие Вот, придумали лекарство, таблетку Для бессмертия, да И вот люди будут жить бессмертно Как замечательно же Все мы будем жить вечно Смерти никакой нет Вау-класс Тут приходят, значит, другие анализаторы Говорят Вау-класс А смотрите А где мы будем жить? А еды нам не хватит А там это чревато Какими-нибудь отходами и выбросами В атмосферу А глобальное потепление А вообще перенаселение Земли До чего мы будем делать? Будет глобальная война Выживет только сильнейший Ну и так далее Там подобное Да, и начинается рисоваться Такой совсем черный мир Совсем по-другому Он выглядит То есть такие, значит, утопии Это оптимисты Антиутопии Это такие пессимисты Вот они в комплекте Друг с другом работают Но по сути антиутопия Это критическое мышление На далекое и недалекое будущее Чаще всего такой жанр Он применим к фантастике Потому что фантасты Любят размышлять На тему будущего Но антиутопия Это не просто фантастика Как правило А еще и какое-то Социологическое Социальное исследование А не переубиваем ли мы Все друг друга А не начнут ли Андроиды и электроовцы Видеть сны И так далее И так далее То есть по сути Это критический Такой научный Можно сказать Подход к фантазии На тему будущего Этим антиутопии Жутко интересны Потому что Что может быть интереснее Кроме как заглянуть В будущее Пофантазировать На его тему Это я все к чему веду К тому что в игре Кальпары Конечно же Это типичная антиутопия Вроде вау Класс Тебя ждет Миллион миллиардов долларов Но немножко кровища Ты должен будешь Повидать И возможно сам Стать пушечным мясом Придется тебе там Свои человеческие качества Как-то ухудшить Но ничего Ты выйдешь вперед И получишь Вот эту золотую свинью И конечно совершишь Кучу добрых дел Наверняка после этого И своей семье Принесешь эти кровавые деньги Как тебе такой вариант О класс Говорит главный герой Потому что в принципе Он сначала не знает О том что Для него половину Сценария этой игры Скрывают естественно Он для себя видит Только эту морковку В виде этой свиньи Наполненной деньгами Плюс тут есть элементы Такого романа Катастрофы что ли То есть люди В каком-то замкнутом пространстве Люди которые туда попали Вообще в случайном порядке Случайным образом Как-то все очутились вместе Им как-то надо коммуницировать Из этого замкнутого пространства Каким-то образом выбираться Вот тут вот И данные условия Каким Они должны пройти Кучу испытаний каких-то И добраться До этой золотой свиньи И победить И остаться в живых Это все литературные Придумочки Поэтому конечно Отсылки тут Именно к антиутопистам Сразу Фильм сам уже И сравнили Сериал И с голодными играми И с пилой Потому что там В общем-то Похожие истории Это действительно Там замкнутое пространство И вот группа людей Там оказывается И как-то Выходит Из положения Дальше Заболтала я вас Но уже недолго В связи с этим фильмом Первое Что вспоминается Это Игра в бисер Германа Гесса Германа Гесса Никогда не вспоминают В общем-то С точки зрения Что он утопист На самом деле Очень зря Потому что Вот про антиутопию Мы много знаем Потому что В принципе Наверное Все можно Раскритиковать Любой идеальный мир Можно сказать Нет Он не такой идеальный Вы чего Смотрите Тут вот то плохо Тут все плохо И вообще все ужас Кошмар какой-то В будущем Утопичный мир Идеальный Придумать довольно-таки Сложно Ну потому что Сложно Все мы понимаем Что нет предела Совершенству И идеалов Тоже не бывает В чем фишка Германа Гесса И его Игры в бисер Игра в кальмара Игра в бисер Уже Видим Какие-то Сопоставления Это вот как раз Игра Как я бы себе Хотела Если бы я была Таким богатым Тузом Который мог бы смотреть На какие-то Действительно Игры на выживание То скорее всего Они были бы связаны Упортостью Какой-то Интеллектуальной Герман Гесс Предсказал Это намного раньше И вообще Предложил Такой сценарий Игры Который по-моему Стал прототипом Игры Что где когда Герман Гесса Предлагает Мир далекого Будущего В всяком случае От нас уже Не настолько далекого Но от Германа 2400 Какой-то там год Ну в общем Как будто бы Далекое будущее Человечество Уже зашло далеко 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 Во всех отношениях В мире Вот значит Игры в бисер Все очень такие Узко Скажем направленные Специалисты Или вообще Не специалисты Вовсе Люди мало чего знают Или знают Только в какой-то Своей сфере Но в общем В целом не очень И существует Некое такое Значит сообщество Очень умных Чувачков Которые живут В таком Государстве В государстве И их задача На сегодняшний день Просто не знаю Как Гесса Это предсказал Но тем не менее Их задача Играть в такой Постмодерн То есть Они сидят И ищут пасхалки Если сегодняшним языком Говорить Ну так и есть Они супер Какие-то высокие лбы У них очень крутое Там какое-то Образование Они как раз Такие специалисты Во всем То есть там И математика И какие-то Гуманитарные науки Они очень глубокие И ценные знания Несут Знают В своем мозгу Содержат И их задача Допустим Там в симфонии Баха Найти Отсылки к математике Или в математической формуле Найти отсылки Там не знаю К произведениям Гайдена Или там В художественном произведении Понять Как взаимодействует Это художественное произведение С теорией струн И вот они этим занимаются В общем-то Это и есть их работа Это и есть их игра Хотя игра На самом деле Вот в этом произведении В игре в бисер Она как таковая Не описана Но мы понимаем Что это вот что-то такое Вот такая Хард-версия ЧГК Короче Эти люди существуют За счет государства Все другие граждане Государства платят налоги Чтобы содержать Вот этих вот Высоких умов Зачем они это делают Потому что Общество настолько расслоилось Настолько нету Как бы вот этой вот Интеллектуальной базы знаний Нет в ней необходимости То есть Есть только какие-то мудрецы Вот которые играют В этот бисер Они как носители Вот всей культуры За многие-многие века Человечество накопило Они ее знают Они эту культуру содержат Они могут вот играть в бисер И думать И размышлять А у остальных людей Видимо Нет возможности Думать и размышлять И они живут По каким-то другим стандартам И правилам У них Другие совсем знания Поэтому у них есть Отдельные специалисты Ученые Мудрецы такие Да Которые этим занимаются Это настолько Кстати актуально Настолько Гесса предугадал Вообще все Хотя конечно Вот Жил он Не в наше время И не было Ни медиа Ни рекламы Ни сериальчиков Еще Да А тем не менее Как бы Чем мы сейчас Вот занимаемся В мелкой пародии На Йозефа Кнехта Кстати Отсылка К тому же Йозефу Ка Который уже У Кавки будет В замке Тоже там Своими делами Заниматься Тоже ищем Какие-то отсылки Потому что Уже все сказано Сказать можно Только как-то По-новому Но ничего нового Гесса Пришел к этому Выводу Еще вот До военной До второй мировой войны В 46 году Он получил Нобелевскую премию За это Потому что Уже как-то понимали Что видимо Действительно Возможно Будет такая профессия Или будет Необходимость Такой профессии Людей Которых будут Содержать Чтобы они Просто были Кладезью Интеллектуального Знания Интересная штука Причем Гесса Наверное Не додумался До одного В его В игре Бисер Все эти мудрецы Существуют За счет налогов Получается Жителей Они там Включают зарплату Уже Вот в этом своем Государстве В государстве На сегодняшний день Мне кажется Они могли бы Даже жить Не за счет Налогоплательщиков А просто Вести какие-то Соцсети Каналы Играть Вот в этот Бисер И собирать На своих стримах Бешеное количество Донатов И вполне себе Это Мне кажется Реальная И четкая Модель Для какой-нибудь Такой игры В бисер Игра в кальмары Это по сути Такая же игра В бисер Но Я уже говорила Об этом Повторюсь На других основах Если игра в бисер Это какая-то Интеллектуальная игра Очень связана С интеллектом Игра в кальмары Она все-таки Больше На строится На животных Каких-то Инстинктах Насилие И на всем таком Однако Связь тут Очень даже Прослеживается Может быть В следующем сезоне Как раз таки Создатели Решат Поиграть Действительно В бисер И сделать Какой-нибудь Супер Квест Для игроков И соберут За просмотром Всех ЧГКшников И любителей Квизов Или квизов Как это правильно Говорится Вот Ну а пока что Мы имеем То что имеем На самом деле Это такая была Попытка Моя личная Поговорить О Германе Гессе Вот в контексте Игры в кальмара Потому что Отдельно О Германе Гессе Говорить Очень сложно Там прям Сложный разговор И Ну пока что У меня на это Нет настроения Еще одна Крутая Отсылка В игре в кальмара Есть к Эшеру Она меня Очень сильно радует Если помните Эту лестницу Это прям Ну его картина Непостоянство Она как-то называется Или Относительность Что-то такое Эшер Это математик В художке Можно так сказать Его гравюры Его графика Его картины Это всегда Какие-то Математические Произведения И они Объясняют Математику Лучше Чем сама Математика Вот эта Взаимосвязь Художественного Творческого И какого-то Рационального Математического Она всегда Притягивает И завораживает Потому что Наверное Объясняет Что не все Так далеко Друг от друга А все наоборот Очень взаимосвязано И вот эту Лестницу Которую вы увидите По которой Идут игроки Она такая В детском Каком-то стиле Как будто На детской Какой-то площадке Это на самом деле Картина Эшера Эшера вообще В каждый дом Я вот очень бы Попросила Потому что По-моему У него Такая графика И художество Его Для тех Кто любит подумать Посчитать Повоображать И поразвивать Своё какое-то Геометрическое Видение Круто Что сделали Здесь к нему Отсылку Именно к этому Произведению Кстати И не только тут Но и в Гарри Поттере Если вы помните Лестницу из Гарри Поттера Она точно такая же Лестница Эшера То есть Эшер Всех Короче Уделал И в волшебном мире И в мире Антиутопическом Сериальном Таком И в нашем С вами Тоже Всем очень советую Просто посмотреть Эшера На досуге Это прям тоже Отдельный сериал Ну вот такой вот У нас долгий Довольно Получился разговор Я даже сама Особо не ожидала Но почему Собственно И не поболтать Вот я повторюсь Что мне хотелось Поговорить про Гесса Про его игру В бисер Которую наверное Надо рассматривать Отдельно Но это реально Разговор очень сложный И к нему надо Серьезно готовиться Все таки Это и нобелевский Лауреат И у него там Очень сложное Произведение Он сам его писал 150 лет Такое оно Которое не повторишь И не объяснишь Вообще о чем оно Его надо читать И понимать А те кто понял Те просто сразу Не знаю Ангелы запели У них за спиной Наверное Такой свет С неба Просто на них Пролился И все Вот такое Какое-то озарение Пришло Но Гесса Вообще не только Его игра в бисер Это в принципе Писатель Которого нужно Учить Читать И он кстати Очень сильно К восточной культуре Тяготел У него есть Господи Как же оно называется Произведение Путешествие в страну Востока По-моему так и называется Где тоже Оно очень философское И тоже идет Какое-то там Бражение В прямом смысле Бражение ума И его в принципе Философия Культура Востока очень интересовала И наверное не зря Какая-то чуйка такая была Что в принципе Наверное Вот Западная культура Она переживает Какой-то кризис Она возможно Не будет передовой И возможно Не будет в топе В скором времени Это мы сейчас уже видим Вот пожалуйста Смотрим с вами Корейские сериалы Это все-таки Восток И в дальнейшем Тоже восточная культура Она не то что Не обязательно Там будет преобладать Но она будет Как-то более ярко звучать Чем в Привычном нам Контексте И привычном В мире Гесса Мир меняется В нем много Всякого интересного Происходит С востока И запада И вот восточная культура Нас наверное Тоже в какой-то степени Должна интересовать Особенно массовая культура Заметьте Как вообще много Там допустим В играх Тех же Всяких восточных ребят Действуют И придумывают Один из самых громких Имен Это же Кодзима Он тоже Как бы Не западный Человечек Однако Как бы Задает тренды В мире Игр Во всяком случае Ну это так Я на вскидку Я очень мало знаю И то вот Если даже По поверхности идти То можно найти Вот такие вот Истории Опять таки Те же корейские фильмы Корейские сериалы Аниме Это все Восток Дело тонкое Западные умы Такие как Гессы Очень прогрессивные Они в общем-то Наверное Не спроста Вот в ту сторону Засматривались Вот Так что ребята Советую я вам Посмотреть сериал Почитать Гессы Если осилите Это очень сложно И ну Смотреть Эшера Картины Ну и поделиться Своими впечатлениями Ждете ли второго сезона Как думаете Будет там упор Больше на Силу И такие мышцы И отсутствие мозгов Или будет что-то более интересное И там действительно Понадобится какая-то Смекалка Какой-то интеллект И что-то интересненькое Ну а я с вами На этом прощаюсь Встретимся в новом видео Поболтаем о чем-нибудь еще Ну а пока Читайте книжки Играйте Висер Или в кальмара Кому что По душе А я пожалуй пойду До новых встреч Подписывайтесь на канал Заглядывайте ко мне в инстаграм И в общем Увидимся с вами На каких-нибудь Интернет Площадках Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok